Важной задачей, определенной майскими указами президента Владимира Путина, стало снижение смертности от внешних причин, в том числе и от дорожно-транспортных происшествий. Какие меры необходимо предпринять в Чувашии, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, обсудили на заседании правительственной комиссии. С 2010 по 2014 год в республике построено и реконструировано около 147 автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Отремонтировано 738 километров. На федеральной сети дорог в границах населенных пунктов проводилось устройство наружного освещения. Особое внимание уделено приведению пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТ. Подобные меры помогают создавать комфортные условия для водителей и пассажиров, что в свою очередь положительно влияет на снижение аварийности. Но этого недостаточно. Понятно, есть безопасный город, понятно, расширяем дороги, модернизируем проезжие части. Но в то же время культура каждого водителя, конечно, культура каждого пешехода должна быть на другом уровне. По статистике, каждое седьмое ДТВ происходит по вине пьяного водителя. За шесть месяцев 2015 года по этой причине произошло 104 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 19 человек погибли и 152 ранены. Нетрезвый водитель за рулем – это источник повышенной опасности. Поэтому предпринимаемые меры по отношению к нарушителям должны быть жестокими. С 1 июля вступили в силу изменения уголовно-административных законодательств, в связи с меры воздействия в отношении лиц, так и управляющих транспортными средствами, в состоянии пьянения. Так, за повторное правонарушение, связанное управлением транспортными средствами, признаками пьянения, введена уголовная ответственность. Максимальные санкции, которые предусматривают до двух лет решения свободы. Уголовное наказание следует и за отказ от мета-свидетельствования. За прошедшие полгода 52 водителя повторно уже были привлечены к административной ответственности. Они не попали под новые правила. Однако первый случай применения поправок уже произошел 1 июля в Комсомольском районе. Мы никого не прикрывали и не будем прикрывать. Все правонарушители, несмотря на свои должности, на свои ранги, у нас привлекались к ответственности и будут привлекаться согласно норм действующего законодательства. Всего за 6 месяцев 2015 года на территории республики зарегистрировано 712 ДТП, в которых 86 человек погибли и 986 ранены. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество столкновений сократилось на 5,6%, наездов на пешеходов на 10,2%. Но несмотря на положительные тенденции, правительство Чувашии намерено продолжить комплексную работу по реализации всех мероприятий, предусмотренных в республиканских программах. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Расиль Мухаметов, Республика.